Всем привет и добро пожаловать! Это видеокурс о создании комплексных сцен в программе Blender. Часть третья. Заявочный план. Видео четырнадцатая. Финализация. Итак, наша сегодняшняя задача подготовить все для того, чтобы отрендерить эту сцену. Давайте посмотрим, что у нас в ней происходит и наметим, что, собственно, нам нужно с ней сделать. Что мне здесь не нравится, что нужно исправить, потому что это финальный этап работы над этим слоем. То есть после того, как мы его отрендерим, мы уже никаких правок в него фактически вносить не сможем. Либо нам придется переделывать и перерендеривать все заново. От того, насколько хорошо мы проработали все до того, как пришли к этому этапу, на предыдущих этапах будет зависеть, как быстро мы справимся с этим этапом. Ну, мы прорабатывали все достаточно подробно, поэтому я думаю, что очень долго мы над финализацией здесь заморачиваться не будем. Итак, для начала я просто сделаю несколько тестовых рендеров, чтобы посмотреть, как выглядит наша сцена на разных ее фрагментах. Давайте начнем с самого начала. Делаю в 12. 23 секунды занимает рендер этого слоя. И давайте посмотрим на него вблизи, чтобы понять, что здесь нужно исправлять. Во-первых, мне не нравятся очень сильно светящиеся вот эти мухоморы. Они выглядят неестественно. Здесь явный перебор с subsurface-кеттерингом. И давайте я сразу же открою, переведу какой-нибудь из окошек в текст-эдитор, открою файл. Текст, наверное, да, в каком мы все записывали. Да-да-да, вот здесь у нас идут все правки. Либо создам новый. Прям назову его сразу слой 1 правки. Значит, первое. Мухоморы светятся. Это то, что мне не нравится. Второе. Сразу же запишу, пока я не забыл. Это то, чего мы на статичных рендерах не увидим. Проверить скорость анимации листвы в скобочках теней. Это то, чем мы занимались в прошлом видео. Я хочу еще раз перепроверить, с какой скоростью вот эта вот листва и эти тени будут у нас двигаться. Потому что, возможно, там они двигаются сейчас слишком быстро. Дальше. Открываю с помощью F11 обратно наш рендер. Смотрим. Здесь мне не нравится, как выглядит земля. Как выглядит ландшафт, который находится под травой. И, кстати говоря, как выглядят вот эти вот маленькие травинки тоже. Там их надо перепроверить, потому что они, вероятно, где-то местами чересчур угловаты. И вот надо посмотреть на них вблизи и отдельно. Escape нажимаю. Значит, печатаю. Третье. Материал ландшафта. Слишком угловатый. Четвертое. Трава. В скобочках системы частиц. Без меший. Это то есть та трава, которую мы создавали просто с помощью системы частиц типа Hair. Угловатая тоже. Так, что еще? Что еще? Пятое. Проверить, можно ли отключить мох на камнях. Если помните, мы там тоже его создавали с помощью системы частиц. И, возможно, она чересчур нагружает процессор, чересчур занимает много оперативной памяти. Потому что сейчас, если посмотреть, оперативной памяти у нас занято 7,45 гигабайтов. Это, ну, уже достаточно прилично. И видеопамяти, памяти видеокарточки занято 6 гигабайт из 11. То есть, если у кого-то карточка, например, 6 гигабайт, то это у вас прям вообще впритык сейчас идет. А, возможно, даже и уже вообще не тянет. Поэтому нужно посмотреть, как и с помощью чего можно эту сцену еще оптимизировать. Так, добавлю здесь все же таймлайн, чтобы можно было переносить кадр. Так, идем дальше. Допустим, вот сюда на 50-й кадр. Ну, на 40-й где-нибудь приблизительно. Вот так вот сделаем. Чуть подальше проедем. Вот так. Отрендерим здесь кадр. Посмотрим, что у нас здесь. Смотрим. Надо посмотреть, где и как посадить эти мухоморы. Потому что, на мой взгляд, они чересчур выбиваются из общей канвы. Возможно, это из-за того, что они светятся. Возможно, это из-за их форм. И, вероятно, как я и говорил, когда мы их расставляли здесь с помощью систем частиц, возможно, это стоит сделать вручную. Просто перенося конкретные инстансы в те места, куда их хочется поставить. Вот здесь, кстати говоря, есть какой-то один же жутковатый мухомор. Скорее всего, у него не переделан материал от шляпки. Так, сейчас, значит, я напишу еще вот что к мухоморам. Проверить материалы в исходниках. Проверить расстановку. В принципе, вся остальная трава меня устраивает. Раньше, когда мы только добавляли это все, казалось, что, например, вот квикселевская трава слишком светлая. Но сейчас, в принципе, свежим взглядом я смотрю, меня здесь это совершенно не смущает. Все частицы хорошо. Единственное, я хочу проверить, чтобы вот здесь, в тех местах, где трава взаимодействует с черепом, чтобы она не протыкала его насквозь. Давайте это сразу я здесь, альт-эй, и запишу. Проверить, чтобы трава не протыкала черепа. Как минимум. И камни еще тоже. Потому что если посреди камней где-то, особенно в центре, будет расти какая-нибудь травинка, которая будет вылезать из них, или несколько травинок, это может быть заметно. Идем дальше. Секундочку. F11. Ну да, здесь основная проблема с грибами. Черепа мне здесь, в принципе, нравится. Их расположение, как они смотрят, там форма, угол вращения. Здесь меня ничего не смущает. Здесь камни, палки. Ну, мох мы сейчас еще попробуем отключить, посмотрим. Палок маловато, в принципе, накидано. Можно было бы их еще здесь добавить, потому что они как-то не читаются. С другой стороны, они не несут никакой функциональной нагрузки, и, в принципе, это не обязательно. У нас здесь просто, я боюсь, вот это вот все происходит из-за того, что слишком много моха. Мох мы сейчас попробуем отключить. Кстати говоря, F11. Вот здесь как он выглядит. Он здесь еще, как мы видим, размазан, потому что у нас идет размытие движения. Поэтому, тем более, давайте мы его сразу, наверное, отключим. Хотя, ладно, давайте не будем торопиться. Сейчас доведем все уже до конца и там посмотрим. Значит, и вот этот кадр меня еще интересует, где мы уже переходим к следующему плану. F12 жмем и ждем. Ну, здесь, в принципе, все нормально. Даже вот этот грибок там более-менее нормальный. Я опасался, что здесь будут слишком одинаковые вот эти травинки, но у них угол, в общем-то, немножко развернут. И выглядят они здесь достаточно неплохо. Я опасался, что будет хуже. Вот эти две травинки могут помешать пролететь камере. Давайте мы просто без рендера посмотрим, куда полетит камера дальше. Но нет, они просто уходят вниз, и с этим проблем тоже не будет. И дальше камера уже полетит вперед к следующим слоям. Хорошо, значит, по остальному здесь у меня вопросов нет. Давайте потихоньку начнем исправлять то, что наметили. Значит, мухоморы, с ними много возни, оставим их на потом. В первую очередь давайте попробуем оптимизировать все, что у нас есть. Папку Support, коллекцию StoneMoss я включаю. Это коллекция с вот этими камнями, инстансы которых у нас находятся в сцене. И на ней давайте попробуем отключить. Выберу объект, который находится внутри этой коллекции, который у нас здесь расположен. Я напомню, что вот это вот эти вот у нас объекты с камнями, на которых растет мох. Объект я этот выделю. Перейду во вкладку Система частиц. Давайте попробуем отключить систему частиц, посмотреть, как без них будет выглядеть. С ними. Без них. Ну, чего-то он чуть-чуть добавляет, но мне кажется, это проще и лучше будет добавить сейчас в виде просто материала. Он у нас тут маскировал вот эти вот неровности ландшафта, но мы, опять же, это сейчас, я думаю, что исправим за счет шейдеров. Отключаем систему частиц из вьюпорта и из рендера. Оставим пока это так. Отключаю в StoneMoss эту коллекцию. Второй момент, который я хотел бы проверить. Ландшафт. CloseUpGround. Он находится у нас вот здесь. На нем было много уровней Subdivision, потому что мы восстанавливали детализацию, то есть вот эти вот корни, которые здесь есть. Давайте попробуем немножко подснять уровни Subdivision. Давайте вот для начала просто отключим CloseUpGround и посмотрим, как изменятся у нас вот эти показатели. Ну, немного они, да, изменяются. Хорошо. Я просто пытаюсь понять, почему у нас столько оперативной памяти занято и видеопамяти. Ну, вот после того, как мы сняли StoneMoss, память с 8 гигабайт оперативная упала до 6.38. То есть мы уже значительно ее подснизили нагрузку. Теперь, если мы с CloseUpLandscape, например, снимем LevelsViewport, сделаем их до 4, например. Я думаю, что это не критично. Так они немножко более очерченные получаются, до 3, но так немножко менее очерченные они получаются. Но, в принципе, так как они у нас не занимают прям так уж много пространства здесь, в сцене, можно попробовать здесь немножко добавить Strength, сделать ее, например, на 0.09. Таким образом, компенсирователь даже на 0.1. Вот так. Таким образом, мы компенсируем недостаток полигонов. И вот у нас и видеопамять сразу снизилась до 5.6, и память тоже до 6.23. Хорошо. Я думаю, так его и оставим. Мы сейчас немножко по-другому его сделаем. Единственное, я хочу его сейчас чуть-чуть поднять, потому что здесь сквозь корни уже начинают проглядывать вот эти травинки. Мне это не очень нравится. С помощью Mid-Level я его подниму вот так. Ага. И вот эти системы частиц с травой мы сейчас будем смотреть. Так, значит, материал ландшафта слишком угловатый. Сейчас мы это посмотрим. Ну, во-первых, он у нас уже не слишком угловатый. Кстати говоря, Smooth здесь может отключить. Да, я думаю, что Smooth нам здесь тоже не нужен. Пока его оставим в стеке, но отключим его просто. Если потом захотим включить, просто включим. Но я думаю, что вряд ли мы захотим. И давайте посмотрим его материал. Разделю окно. Shader Editor. Отключу пока, чтобы мы видели, что происходит в Outliner коллекцию Close-Up Grass с травой. И посмотрим отдельно просто на материал ландшафта. Да, отдельно без всего он смотрится несколько более уныло. Но давайте-ка мы сделаем вот что. Зайдем в материал ландшафта. Сюда. Он у нас, напомню, используется вот эта вот группа одновременно для шейдера ландшафта всего и для того, что мы подмешиваем к камням. Мы там к камням подмешиваем этот же самый шейдер, чтобы они сливались с ландшафтом, с основным объектом камней. Заходим внутрь и смотрим, что здесь было. Я думаю, что нужно к вот этому бампу просто подмешать еще процедурные текстуры, какого-нибудь нойза здесь взять. Shift-A, Texture, Noise, Texture. И в качестве текстурных координат к нему мы сделаем Shift-A, Input, Texture, Coordinate. И мы для всего этого шейдера, который мы сейчас делаем, будем использовать текстурные координаты объекта, который называется у нас Landscape. Close-Up Landscape. Вот этот объект и его координаты. Object мы будем использовать для вот этой Noise Texture, чтобы они у нас были одинаковые и для объекта ландшафта, и для объектов камней. И вот это мы сейчас подмешаем к бампу, но не полностью. А нам нужно взять маску, которую мы использовали для смешивания разных материалов. Это было, скорее всего, вот здесь вот идет. Вот эта маска-то у нас идет. Значит, мы сделаем следующее. Я добавляю еще один микс. Добавляем сюда вот эту Noise Texture. И Close-Up Ramp, выход отсюда. Он выглядит... Сейчас я попытаюсь его включить и посмотрим, как это выглядит вообще. Добавлю его в выход просто и посмотрим, как он будет выглядеть здесь. Вот так выглядит у нас Close-Up Ramp. И сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Вероятно, нам нужно сделать вот что. Добавим еще один Close-Up Ramp. И отрегулируем его вот таким образом, чтобы корни у нас были черными, а все, что не корни, было белым, наоборот, чтобы мы вот это использовали в качестве фактора смешивания. Подключаем его в Mixed Factor и смотрим, как это будет выглядеть уже. Сейчас выйду отсюда, включу обратно Landscape. Вот таким образом. Давайте я ставлю на пятерки и добавим детализации просто вот так. И здесь же сделаем Converter Math. Добавим контрастности этой Noise Texture. В режиме Power умножить на 4. Ну, в смысле, возвести в степень 4. Скомпилировались. И, скорее всего, еще умножить ее. Сейчас будем умножать и смотреть. Ну, например, вот так. И подрегулируем, какую часть она будет затрагивать. Ну, я думаю, что в таком виде она, конечно, будет поинтереснее смотреться. Multiply только сейчас ей приберем, потому что его очень много. Очень сильно добавляем 1. И постепенно его будем добавлять. Вот таким образом. И здесь сделаем, чтобы оно начиналось постепенно тоже. Вот так вот мы добавили ему детализации. И, смотрите, вот сейчас это смотрится уже, мне кажется, намного более эффектно, чем смотрелось до этого. Smooth, может быть, обратно включить. Сейчас посмотрим. То есть мы просто подмешали ниже вот этих веток, ниже вот этих корней в режиме Mix. А, кстати, может, не в режиме Mix, а в режиме Add попробовать, например, чтобы просто прибавить к тому, что уже было. К тому бампу, который там уже был. Вот этот бамп. Сейчас посмотрим, как так будет выглядеть. Ну, да, можно. Почему бы и нет. Можно корни чуть-чуть вот так вот просветлить здесь, чтобы они лучше проглядывали. Верну обратно Mix. И сейчас мне не нравится, что эта земля немножко какая-то вся. Хотя, с другой стороны, она похожа на такой мох. Может быть, просто ее цвет имеет смысл здесь высветлить. Давайте мы попробуем вот сюда. Mix. Используем тот же самый фактор, который мы используем для смешивания бампа. И цвет просто подмешаем какой-нибудь, например, зеленый в режиме, например, какой-нибудь Overlay. Перебор. Ну вот, и как раз получается такая мшистая структура на земле. Мне кажется, это очень даже неплохо выглядит. Таким образом мы решаем проблему с мохом. Давайте включим траву, посмотрим... Сейчас Ctrl-Save на всякий случай, чтобы ничего не отвалилось. Включим обратно траву, посмотрим, как это будет выглядеть. Обратите внимание, что... А, ну да, видеопамять сейчас маленькая, потому что мы трава отключена у нас, скорее всего, да? Включим обратно траву. Ну да, так, конечно, повеселее. И давайте поработаем с самой травой. Так, материал ландшафта слишком угловатый. Пишем «Сделано». Ничего не вижу, что я пишу за этим скринкастом. «Сделано». Так, цифры я все уберу, потому что с цифрами это неудобно. И то, что сделано, я переношу вниз. Мухоморы светятся в последнюю очередь. Сейчас проверить скорость анимации потом. Трава. Система частиц безмешия угловатый. Вот это вот хочу. А, проверить, можно ли отключить мох на камнях. Проверили. Можно. «Сделано». Мне не очень нравится, что сейчас трава. Единственное, сейчас подождите, пока мы не ушли далеко от материала. Еще мы отключим обратно «Gras». Мне не нравится, что она все-таки вся зеленая. Мне хотелось бы сделать, чтобы частично она была не зеленая. Чтобы она частично оставалась такого же коричневого цвета, как и была. Для этого я буду использовать, возможно, вот эту вот «Noise Texture». Я не помню, как она выглядит, но сейчас мы просто посмотрим. Значит, конвертер. Опять же, «Color Ramp». Я здесь буду использовать. Возьму фактор сюда. Два ползунка близко друг к другу подведу. Перемножу его с фактором, который у нас идет на вот этот цвет. «Converter Math» в режиме «Multiply». Перемножаем «Noise Texture» и вот этот фактор, который сейчас сюда идет. И включаем обратно в «Overlay». То есть вот она коричневая текстура, вот она постепенно начинает зеленеть. Нет, все-таки давайте я посмотрю отдельно, как она будет выглядеть, потому что я так не понимаю, что происходит. Выйду отсюда, подключу «Color». А, она просто очень большая сама по себе текстура. Очень крупная. Хорошо. Тогда просто сделаем еще одну «Noise Texture». Вот это уже может, конечно, у кого-то подтормаживать. Много «Noise Texture». Это не очень хорошо. Может работать. Значит, включу ее сюда. «Scale» сделаю один, например, сейчас. Не, возможно, не один, там больше нужно. Два. Вот так. И вот этот результат мы смешиваем с корнями. Это у нас идет фактор вот сюда, этого оверлея, который у нас отвечает за цвет. Смотрим. Раз. Вот. Теперь все работает нормально. Теперь часть травы зеленая, ну, часть поверхности ландшафта зеленая, часть коричневая. Меня это устраивает. Включаем обратно «Closup Grass». «Ctrl Save». Хорошо, с материалом этим мы разобрались. Теперь разбираемся с «Closup Grass» с системами частиц. Перейду во вкладку «Систем частиц». Значит, «Gras Brunches» пока отключу. «Gras Quixel» отключу. «Gras 1» отключу. «Gras 2» отключу. Нам нужны «Gras 3» и «Gras 4». Только те системы частиц, которые мы делали непосредственно системами частиц. То есть без мешей. «Mashrooms» тоже пока отключу. «Gras 3». Давайте посмотрим, какая из них какая, во-первых. Вот эта вот, какая у нас пробивается. Они обе, по-моему, там пробиваются. «4». Давайте сначала разберемся с третьей системой частиц. Вот как она выглядит. Она, в общем-то, выглядит, по-моему, достаточно неплохо. Сейчас посмотрим. Ну, за исключением того, что она какая-то очень толстая и прямая, как ежик. Поэтому, наверное, все-таки нам придется ее немножко подрегулировать здесь еще. Значит, перейдем в «Hair Shape» для начала. И диаметр «Root» сделаем ей поменьше. То есть, чтобы она была потоньше. У нее очень толстые эти волоски получаются. Ну вот где-то так. И сейчас она очень прямая. Нам нужно ее как-то немножко раз... Я смотрю, это ни на что не влияет. Отмена. Ну да, часть из нее становится кривоватой. Но только часть, и эта кривизна мне здесь не очень в таком виде нравится. Возможно, нам стоит просто... Так, уберу «Uniform». Уберу «Random». Выставлю «Random» на точку 0.1 размер, чтобы он был совсем маленький. Начну его добавлять. Примерно так. Можно еще больше. Сейчас они слишком, да? Ну вот так, например. И с материалом надо посмотреть. «Grass Hair» «Control Save». С материалом надо посмотреть. Я хочу добавить сюда какие-то нормали ему. Что у нас вообще здесь по материалу происходит? У нас здесь используется «Plant Shader». А вот это вот все у нас не используется. Это все удаляем. Нам нужно что-то придумать ему с нормалями. И, скорее всего, мы это сможем сделать тоже при помощи «Vector Bump», с помощью «Texture Noise Texture», с помощью «Shift A», «Input». «Texture Coordinate». Здесь выберем «Landscape», наш «Close Up Landscape» в режиме «Object». У нас эта трава не шевелится, поэтому это должно сработать. «Height» сюда и в «Normal» сюда. Воткнем, посмотрим, как это будет выглядеть. Какой-нибудь «Detail» на максимум 16. Хотя «Detail»-то можно даже и оставить, по идее. Нам нужно просто, чтобы у нее большие эти были. Ага. Чтобы ей просто добавить неровностей. «Distance» сделаем, как всегда, маленькую. Наверное, 0, 0, 0, 5. Еще даже меньше. Давайте «Strings» просто и приберем. Вот где-то так. «Details» можно прибрать, наверное. Сейчас, сколько там? 6, 5. На 5 нету, да? 6. Мало? 7. На 7 что-то начинает появляться. Не знаю, то ли оно неправильно отображает, то ли с запозданием. Не пойму. Просто, чтобы трава была немножко не такая прямая. И давайте-ка мы сделаем еще вот что ей. Мы добавим сюда групп наш шейдер, который «Landscape» шейдер. Подключим вектор «Object», который «Closup Landscape» сюда. И смешаем их шейдер «MixShader». Смешаем два шейдера. Таким образом мы будем использовать сейчас input. Сейчас я проверю. По-моему, в «HairInfo» это было. Есть здесь такой выход «Intersect». Он называется. Да, это те места, в которых волосы соприкасаются с чем-либо. Вот этот «Intersect», «Intercept», «Intercept» с помощью конвертера «Color Ramp» мы сейчас подредактируем. Инвертируем его, во-первых, вот так. И я хочу, чтобы вот те фрагменты, которые близко к Земле, чтобы они были материалы Земли. Чтобы постепенно материал Земли превращался в материал травы. Попробуем вот таким вот образом это сделать. Чтобы немножко связать траву с Землей. А то она отдельно сама по себе тут торчит. Ждем, пока он прогрузится. Бесплайн. Это переведу. Очень резкий переход получается. Чтобы он такой поплавнее был. Добавлю еще один сюда ползунок. Сделаю его тоже черным. Вот. У нас получится, что вот здесь трава ближе к Земле растет как будто с тем же материалом, что и Земля. Единственное, наверное, можно ему немножко... Не обжект. Здесь, наверное, нужно было использовать координаты все же UV. Но так как у нас UV нету развертки у этих, у самих, то, возможно, это не получится. Придется все-таки обжект использовать. Сейчас посмотрим. Как это будет выглядеть. Хотя нет, в принципе, выглядит нормально. Так это и оставим. Хорошо. С этим материалом все. Трава не слишком одинаковая, не слишком. Ну, она слегка... Вот эти вот гнутости, очень изломанные травинки эти получаются. Но, наверное, все равно оставлю их такими. Потому что если им добавлять еще геометрии, то у нас очень сильно увеличится нагрузка на ресурсы. Единственное, я, возможно, их еще бы чуть-чуть прибрал бы. Randomness. Random чуть-чуть прибрал бы в траве. Но при этом добавил в клампинге чуть-чуть клампа, чтобы она разъехалась от корней от своих. Чтобы она продолжала расти кустиками. Как бы помним, да? Кламп. Это вот так вот она будет расти вообще. Каждый кустик. Из той точки, где родительский волос этот растет. Если кламп добавлять, то постепенно они будут разъезжаться от этой точки в разные стороны. Вот так вот. То есть, чтобы они все-таки не совсем росли из нее. Думаю, что где-то вот на 0, минус 0,5 там будет нормально. Посмотрим. Издалека, да, выглядит все хорошо. Давайте проработаем теперь другую систему частиц. Включим GRAS 4. Посмотрим, что у нас с ней. Это вот эта вот мелкая травка. Очень толстая. У которой тоже материал уже тот же самый, который мы сейчас делали у GRAS 3. Но здесь нам нужно изменить hair shape. Шейп однозначно, потому что он очень получается толстый. Диаметр root сделаем вот так. Тоже мне здесь не нравится то, что происходит с рэндом. Это из-за рэндом же происходит 0. Да. Ну, что-то в этом есть, но, наверное, это все же не то, что нам нужно. Хотя, выглядит достаточно прикольно. Ну-ка, если шейп ему поменять, нет? Ну ладно, окей. Так, да ладно, тогда без клампа обойдемся. Странно. Вот это вот странное ее поведение. Не пойму, почему она так делает. Лонгхер может убрать кламп. Не, все равно, она в такие кусты какие-то соединяется, совершенно непонятные. Ладно, тогда кламп здесь вообще смысла не имеет. Будем это делать за счет... А из-за чего это вообще? Это эндпоинт, может быть? Нет. Так, отключим предыдущую. Вообще, перейдем в этот шейдинг пока что. И другую траву тоже отключим пока. Грасс 3, чтобы она нас не путала, чтобы мы только эти видели, что мы с ними делаем. Ctrl-Save. Так, эндпоинт. Это я делал... А, дичь какая. Убрать рэндом. Ну хорошо, пускай будет лучше, да, так вот, с эндпоинтом. Вообще, конечно, странновато она выглядит. Не знаю, ее надо либо как-то добавлять больше и делать тоньше. Но я не уверен, что нам это вообще в принципе здесь нужно. Тут и так всего достаточно много. Давайте посмотрим. Все-таки переведем обратно в режим рендера. Вероятное, диаметр root у нее сделаю еще поменьше. Толщину корней. А тип немножко добавлю вот так. Как мы с mchom тогда делали. Close тип я еще вот отключу здесь, да. И рэндом все-таки придется добавить. 0, 0, 0, 1. Какого-нибудь очень мелкого рэндома. Но это уже чуть-чуть больше похоже, как она будет выглядеть отсюда. Ну, в принципе, вот так она выглядит, мне кажется, чуть-чуть... Ой, нет, ну это ужасно. Так рэндом надо прибирать. Так вообще в 0 его. Это из-за эндпоинта так происходит, да, у нас? 0. Угу. Вот. Shape определяет, в каком месте... Отключу. Shape определяет, в каком месте начинается вот это наклонение у нее. А эндпоинт определяет, до какой степени оно доходит. Вот. Вот так вот. Я думаю, что вот в таком виде оно будет неплохо смотреться. Угу. Ну да, вот так поинтереснее. В принципе, если у нас позволят возможности, можно будет ее еще и добавить здесь. Диаметр root там прибрать, например, еще. Чтобы она потоньше была. Давайте сделаем threshold, например, на 0,3. А length сделаем ее еще поменьше на 0,5. Например, вот так. То есть, чтобы часть этих травинок оставалась. Часть... Ну, ладно. Нет, это уже все лишнее, на самом деле. 0. Threshold вернем, как было. Здесь сделаем 150. Все-таки у нас там будет еще много разной другой травы. Включим обратно траву. Control save 3. Которая у нас была вот эта вот более крупная. Угу. Включим обратно все остальные травы. И с ветками. Что-то мне не нравилось с ветками. То, что их было мало там, да? Ну, хотя сейчас, в принципе, я смотрю. Ветки, они здесь как-то так лежат себе и лежат. Единственное, у веток мне не нравится вот что. Сейчас откроем branches коллекцию. А у нас здесь есть... Да? Мы сюда добавляли. Давайте прямо на эмиттер добавим материал, который будет называться branches. Branches. И прямо здесь, в этом материале, я хочу немножко поднять ему бампа, потому что они какие-то очень плоские получаются. У нас там, кстати говоря, не было же normal карты, да? Нет, normal карты у нас не было. Хорошо, тогда distance вот здесь добавим чуть-чуть. Я думаю, где-то так. Потому что они получаются слишком плоские. И как-то это не очень хорошо все выглядит. Так лучше. И здесь мы можем сделать то же самое, что мы делали с вот этими травками. То есть, чтобы на местах пересечения этих объектов с землей был материал земли. Вот здесь. Но здесь мы это будем делать не с помощью, как мы делали, а мы это делали с помощью input hair info. Но это потому, что это была система волос. А здесь мы это можем сделать при помощи input ambient occlusion. Вот этого нода. Он стал доступен в версии, я не помню какой. Это не с самого начала он был доступен для Eevee. Это буквально, по-моему, там с 2.9 с каких-то он только начал работать вместе с Eevee. Для того, чтобы он работал, должен быть включен ambient occlusion. Вот эта вот галочка. В таком случае... Да, это он только с Cycles работал. Мы можем посмотреть, как это будет выглядеть. AO. И он окрашивает все места пересечения объектов с другими объектами в черный цвет. Сейчас посмотрим, насколько это можно подредактировать с помощью конвертера ColorRamp. Поднимем черный. Нам нужно их поменять местами. И здесь мы, соответственно, это будем использовать в качестве mix-фактора. Добавим Group Landscape. Добавим Shader Mix Shader. Соединим эти два шейдера друг с другом. Alt, правая кнопка мыши. Я сейчас нажимаю Alt, правая кнопка мыши. И вот это мы будем использовать в качестве фактора. Смешивание. И посмотрим, как это будет выглядеть. Ждем, смотрим. Можно даже чуть-чуть добавить вот так. Угу. Ну, я думаю, что тогда они лучше будут друг с другом смешиваться, коррелировать. Хорошо. Так, теперь то же самое, кстати, на черепах сейчас надо будет сделать. Давайте пропишем. Пишу добавить на черепах mix с ландшафтом в шейдере. Давайте, кстати говоря, здесь напишем. Трава, система, частиц безмешие угловатая. Это мы сделали, исправили. Пишем сделано. Что у нас еще? Проверить скорость анимации потом. Проверить, чтобы трава не протыкала черепа и камни. Я не уверен, что это вообще стоит делать. Тут вроде бы она не протыкает. Да и слава богу. Я не думаю, что вот здесь будет заметно. А, нет. Ну, вот здесь, например, заметно. Да, здесь прямо вот она пробивается. Здесь нужно будет это как-то сейчас исправить. Хорошо. Пока оставим. Добавить на черепах mix с ландшафтом. Давайте вот пока сделаем это. На черепах добавим mix с ландшафтом. У нас все включено. Мухоморы у нас не включены. Ладно, мухоморы отдельно сейчас пока что. Давайте прямо на этом же ландшафте добавим ему материал с черепами. Skull. И сделаем то же самое, что мы делали для branches. Я прямо вот, возможно, отсюда даже возьму это. Скопирую все, что мы здесь сделали. Нажму. А, кстати, ему сюда нужно только было дать этот самый какую-нибудь систему координат в вектор. Например, input texture coordinates. Забыл. Input texture coordinates. Здесь выбрать landscape. Вставить сюда object. И вот все, что мы здесь добавили, вот эти ноды. Сейчас он прогружает. Прогрузил. Я просто беру и копирую. Ctrl-C. Выбираю материал череп. Это можно сделать. Вот, выбор материалов. Спрашивали в комментариях, что такое слоты здесь. Слоты. Это имеется в виду вот эти вот слоты в материалах, которые мы добавляем в материалах. То есть мы добавили один, второй, третий материал. А здесь мы можем выбирать номер активного слота. Слот 6, например, скал. Мы выбираем и редактируем материал вот этот. Видите, он здесь тоже переключается. Выберу там слот grass 2. Он здесь переключается. То есть мы редактируем. Это слоты текущего материала на объекте. Это все материалы объекта эмиттера, которые у нас эмитят всю эту траву и другие системы частиц. Я выбираю на нем материал скал. Сам он не отображается никак. Сам объект. Сам меж. Ctrl-V. Вставляем. Подключаем сюда в нижний слот. В нижний? Нет, в верхний слот. Поменяем их местами. В верхний слот. Основной шейдер. В нижний слот. Landscape. Подключаем. Что-то произошло. Ну да. А причем он еще добавляется и в глазницах тому. Ну ладно, хорошо. Дистанц может увеличить или уменьшить. Нет, оставим. Only local. Нет, only local нам не нужно. Потому что only local это он будет воспринимать только ambient occlusion объекта самого на себя. Вот как раз only local нам здесь и не нужен. Видите, он только на стыках самого себя с собой это делает. Only local мы отключим. Как он вообще выглядит отдельно, я не пойму. А, ну да. Нормально он выглядит. И в этих местах у нас будет использоваться вот этот вот материал. Хорошо. Можем сразу же здесь написать сделано. Так. У нас остается проработать мухоморы. Давайте с мухоморами сейчас займемся. Включим систему частиц. Во вкладке систему частиц. Mushrooms. И посмотрим. Вот, во-первых, вот этот вот мухомор. Давайте мы вообще включим для начала коллекцию Mushrooms. Mushrooms. И Mushrooms. И посмотрим, что у нас там происходит. Выберу один с помощью точки наведусь. И вот в первом же, скорее всего, это произошло. Потому что я вот здесь в слоте в каком-то выбрал просто... То есть у нас здесь получается три материала на одном объекте. И два из них это Mushroom Dot. А нам нужно, чтобы один из них был Mushroom Red. Вот, да. Это мы исправили. Очень легко и просто. Теперь переведусь обратно в ноль. У нас Mushroom Red, вот этот красный цвет, он был прямо светящимся фактически. То есть нам здесь нужно немножко подредактировать шейдер. Сейчас попробуем это сделать. Возможно, вот этот Scale нам стоит. Ну-ка, если его на ноль вообще выставить. На ноль он не будет просвечивать вообще. На один он будет просвечивать полностью. Видите, что происходит. Возможно, я бы сделал, знаете как? Чтобы он просвечивал не одновременно на всем протяжении этого гриба. А чтобы он просвечивал только по его краям. Вот так хитро. То есть только по касательной. Shift-A. Групп. Фринель. У нас есть группа Фринел. Хотя, возможно, здесь бы я даже использовал не группу Фринел, а просто чистый Фринел в чистом виде. Фринел. Ему бы Normal я тоже сюда этот подключил. Вот так бы он выглядел в чистом виде, этот Normal. И вот это я бы использовал в качестве Scale. Он у нас был Scale где-то 0.25. Здесь, соответственно, он от серва к белому идет. То есть он здесь будет больше. Его надо будет разделить на что-то. Это Converter Math Divide. Мы его будем на что-то делить. Пока разделим его на 1. Ну, то есть как бы когда мы делим на 1, ничего не меняется. Вставим это в Scale. Посмотрим, как это будет выглядеть. И сейчас приберем. Сейчас я наведусь сюда поближе. Скажем так. Добавим еще один слот. Выберем здесь Mushroom Red. Это сейчас выбран эмиттер травы. Mushroom Red Divide. Один он выглядит так. И постепенно будем добавлять. И таким образом у нас будет Subsurface Catering работать только на тех местах, где здесь вот эта штука будет белой. То есть только по краям. По касательной, как мы видим. Возможно, Normal здесь чересчур большой. Давайте я все-таки возьму другой Фринел, который у нас там был. Group. Фринел. Вот этот будем использовать. Фринел. Normal сюда. Это сюда. Это убираем. Roundness позволит нам регулировать, насколько сильно воздействует нормали на это все дело. Давайте не Divide, давайте Power здесь сделаем, наверное. Хотя нет. Divide тоже нужно, потому что если здесь на выходе единица по краям, у нас не нужно, чтобы такой большой был. То есть это нужно разделить на 4, как минимум. А Roundness где-то вот так, на 0.25, например. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет выглядеть. У нас еще этот эффект за счет вот этих вот беленьких штучек, самое главное. Давайте мы на них еще посмотрим. Сейчас добавим еще сюда же слот плюс, добавляем слот материала сюда, выбираем здесь Mushroom Dot. Вот у него Scale, если убрать, например, 0. Ага. И вот с ним провернем то же самое. Группа Freenel. Нормали сюда втыкаем ей. Это сюда подключаем в Scale. С помощью Converter Math делим это Divide на 10, например. Ну, на 5. И очень сильно воздействует все равно Distance. Надо его еще меньше делать. 0.1. Или Strength просто прибрать сейчас. Вот так. Давайте пока вообще без него полностью сделаем, без бампа, без этого. Translucency чуть-чуточку вот так добавлю. Distance делаем на 7, наверное. И теперь можно чуть-чуть Strength добавить выпуклости вот этих. Перейду в режим камеры. 0. Translucency еще добавлю. Они просто получаются очень темные. Отключу Overlay. Ну да, так, по-моему, как-то оно получше смотрится. Еще раз выберу слот Mushroom Red. И здесь Roughness немножко еще приберу. Чтобы они были более такие блестящие шляпки. Вот. Ну, по-моему, по материалу вот так поинтереснее уже смотрится. Получше. Не знаю, насколько там Subsurface Scattering читается. По-моему, слегка читается. И этого, наверное, достаточно. Control Save. Давайте попробуем сделать сейчас какой-нибудь тестовый рендер. Где-нибудь вот на этом кадре, например, где есть все мухоморы. В 12 посмотрим, как это будет выглядеть в полном разрешении. Ну да, так очевидно, это больше как-то футореалистично. Конечно, очень много вот этих точек. Надо бы их прорядить. И здесь тоже. Они какие-то очень чернявые, да, получается. Очень сильно они тени отбрасывают. Так, хорошо. Вернемся в материал Mushroom Dot. Придется его все-таки чуть-чуть еще ему добавить. Где он есть? Придется ему еще чуть-чуть добавить либо Translucency, либо прибрать ему Divide вот здесь, который на Subsurface Scattering у нас воздействует. Давайте его тоже на 4 сделаем. Вот так. Давайте так попробуем отрендерить. Ну да, так, наверное, чуть-чуть получше. Чуть более естественно они так выглядят. Хорошо. Возможно, тут просто тени, которые отбрасывают теневые у нас объекты. Слегка жестковатые. Ну да ладно. Поехали дальше. Значит, проверить, чтобы что там было мухово рассветится. Проверить материалы в исходниках. Отдельно вынесем мухоморы. Проверить расстановку. Вынесем отдельно. Мухоморы светятся. Будем считать, что сделано. Возможно, я бы еще чуть-чуть потом как-то поморочился. Ну, не знаю. Хотя это надо уже смотреть, как они еще в движении тоже себя вести будут. Пока не могу сказать. Ну, будем надеяться, что более-менее нормально они смотрятся. Это уже, возможно, перфекционизм с моей стороны. Возможно, нет. Не знаю. Поехали. Значит, мухоморы проверить расстановку. По расстановке я думаю сделать следующее. Эту систему частиц в таком виде, в котором она есть, мы оставим. Но отключим ее. И вместо этого добавим коллекцию в Outliner. В Layers. В Close Up. Добавим коллекцию, которая будет называться Close Up Mushrooms. И в нее я сейчас просто продублирую те Mushrooms, которые у нас здесь есть. Mushroom Meshers. Просто возьму их, выделю. Нажму Alt-D. Правой кнопкой мыши отменю перемещение. Нажму M. Layers. Close Up. Close Up Mushrooms. Перенесу их в коллекцию Close Up Mushrooms. Вот сюда. Теперь выберу какой-нибудь один из них. Включу Snapping. Что у нас тут? Closest. Project Individual Elements. Хорошо. Нажму G. Перенесу его куда-нибудь сюда. Давайте нажмем Center. Хорошо. G. Где он есть-то? G. Не хочет. Ну, пускай будет так. Хорошо. Какие они большие, однако. S. Scale. Набедемся. G. Сюда его. Я хочу его просто расставить сейчас вручную и попробовать. Scale. G. Отключу Snapping GZ. Добавлю его в коллекцию Close Up Mushrooms 1, потому что они все будут немножко отличаться друг от друга. И сразу же добавим еще коллекцию 3, 4, 5, чтобы каждый тип мухоморов лежал в своей коллекции, чтобы я не искал их потом по 100 лет. Значит, второй выбираем G. Сюда привязываем. Странно. Они должны вообще привязываться, когда я говорю G со Snapping, с выделенным объектом, например. Они, по идее, должны привязываться сюда, к ближайшему полигону. Почему они это когда-то делают, когда-то не делают, я не понимаю. Вот у меня, например, есть Snapping, я нажимаю G. G. Почему ты не привязываешься? Я не знаю. Я не понимаю. No Closest G, например, все равно. Он должен вот прям, куда я указываю ему, туда он и должен вставать. Но он этого не делает. Почему он этого не делает? Да кто его знает? Потому что это какой-то глюк-блендер очередной. Scale. Scale. Ну, по сравнению с человеческим черепом, это такой достаточно большой гриб. Хорошо. G сюда его. Scale, возможно, побольше. GZ. G Shift Z. За черепами их расположим вот так, где они там будут пролетать. Раз. Rotate X. G Shift Z. Сюда. G Z. Z. G Shift Z. G. Куда? Отмена. Ctrl Z. Ждем сто лет. Отключу Snapping. G Z. Странно. Иногда Snapping работает очень хорошо и с ним очень удобно. Иногда Snapping работает вот вообще непонятно как. И это, конечно, немножко не нравится мне. G. Хорошо. И какой-нибудь вот этот, например, сюда же. Со Snapping. Попробуем еще. G. Никак не хочешь, да? Scale. G. G. Так, вот этот теперь G. Во, начало работать, кажется. Грызь. G Z. G Shift Z. 0. G Shift Z туда куда-нибудь. G Z. Alt D Shift Z. Scale. G Z. Ну вот так, чтобы они здесь спрятаны были. Оба их G Shift Z сюда немножко поближе. G Z чуть поднять. Еще один я хотел посадить прямо. Такой же Shift D Shift Z. За этим черепом S побольше сделать его. Rotation Z. Давайте сделаем 180, например, чтобы он немножко отличался. Угол G сюда его. Scale, наверное, вот так G. Чтобы просто за черепом было какое-то красное пятнышко. Ага. Сейчас они, получается, идут на одной линии. Close Up Grass отмена. Ждем. Вот этот сюда немножко сдвинем тогда. Вот так. И притопим его от G Z. Угу. Включим Snapping Shift D. Еще его сюда же выставим. G Z. Ой, нет. Не надо G Z. Он сейчас где? В воздухе. Там просто висит, небось, да? Угу. Snapping отключу. S. G. G Z. S Z. Хочу, чтобы он был вот таким вот вытянутым. G Z. S Shift Z. 0. G. G. G Z. Не в воздухе, висит в воздухе, конечно. Сейчас. А, нет. Все нормально. G. G Z. Точка. G. Shift Z. 0. Scale Z. Чуть-чуть поменьше. Scale Z. Scale Z. Угу. Еще вот сюда парочку посадить. У нас там еще один остался. Неиспользованный вот этот. G его сюда. Вместе со Snapping. G. Scale. Поменьше. Угу. G. И вот здесь посадим просто несколько маленьких в траве. G Z. Без Snapping. G Z. Точка. Навестись. Угу. Только не Shift D. Где он есть? X Delete. Alt D. Shift Z. S. S. R. Z. Допустим, 90. R. Немножко наклонить. S. Возможно, его увеличить даже вот так. Потому что они все остальные побольше. G. G Shift Z. Alt D Shift Z. Alt R. RZ. Не знаю, 180 тоже. Нет. Здесь какие-то плохие вот эти штуки. RZ. Вот так сделаем. R. Смотрим. G Z. Вот этот Mushroom. G Z я чуть-чуть уберу. И этот тоже. А эти два. Сколько их там? 3. G. Сюда немножко сделаю. Чтобы пропорционально было. И еще какой-нибудь один. Вот этот, по-моему. Alt D. Сюда продублируем его. X. Делит. Нет, не этот. Значит, вот этот. Alt D. Alt R. Scale. Точка навестись. G Z. Где он будет находиться? Я его хочу немножко вот сюда. G Z. G Z. Scale. Rotation X. Вот так. Посмотрим. Его вообще видно-то будет? Где он там есть? G. А, да. Вот это он и есть. Как раз. Хорошо. Даже его можно тогда, по идее, еще вот сюда. G Shift Z. И G Z. Вот так. Точка навестись. Сейчас. Нолик. Rotation X. Например, вот так. А то, что же мы зря там делали вот эти вот полосочки-то. Пускай видят. Шучу. Никто ничего не увидит. Угу. Трехмерочка. Хорошо. И сюда же его еще Alt D. Такой же продублируем. G Z. Не знаю. Там его, возможно, уже не будет видно. Сейчас посмотрим. А может, и будет. Не, видно. Смотрите. Отлично. S. Тогда его сделаем. G вот сюда. S. Alt D. Еще один такой же сделаем. Rotation S. G. Rotation Z. По локальной оси сейчас сделаем его Rotation Z 180, чтобы он отличался от этого, который рядом стоит S. или даже, возможно, вот этот вот сейчас протублируем Alt D. Выберем с Ctrl вот этот. Нажмем Ctrl C, Copy Location, Ctrl C, Copy Rotation. Этот верхний удалим. X Delete. А тот оставим. Alt S. Ему сделаем только и S. Еще раз, чтобы у него размеры были правильные. Вот. R. Немного их. Немного их. Да не, я думаю, немного. Нормально. Они красивенькие. R. S. Ctrl C меня здесь все пока устраивает. Вот здесь вот. Да, я вспомнил. Вот здесь, возможно, вот эта вот трава, которая блестит. Сейчас я посмотрю. Сейчас давайте рендер сделаем. Тестую вот этого кадра. Вот что-то вот здесь вот их многовато, мне кажется, нет. Теперь стало. Грибов. Вот этот тот торчит. G, Z. G, Shift Z. Подальше его. И G вот сюда куда-нибудь его спрятать. X Delete. Нет, не знаю, лишнего здесь уже много всего. Ой, 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 эта трава полетела. Ctrl Z ждем. G, Alt R. G, S, R. Не знаю, он какой-то слишком ровно растет. Так, вот эти у нас все Alt D же я делал, да? Цилиндр 0,6. Понятно, нет. Так, значит, здесь выставляем цилиндр 0,6. Чтобы геометрию не плодить лишнюю. Во всех объектах делаем один и тот же меш. Здесь цилиндр 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Здесь все правильно. 0,5, 0,5. Ну, здесь они по одному. Хорошо. Так, теперь, да, с этой травы. На каком-то кадре она там прямо очень одинаковая вся. Вот здесь несколько этих раз-два. 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 Вот этих вот. Вот, смотрим, значит, F12 рендер. Видите, да, вот эти вот светящиеся штучки, они очень одинаковые все получаются. Значит, нам нужно выяснить, что это за трава сейчас. Смотрим. Grass Landscape нам надо выбрать. И давайте отключать по одной. Grass 2 это? Да, это Grass 2 у нас как раз идет. Значит, Grass 2. Давайте попробуем в Rotation Randomize Phase ей сделать. Угу. Немножко рандомизировали фазу. Развернули ее. То есть тут она была ровно. Все одинаково стояли по струнке. Мы этот Randomize Phase ей добавили. Буквально на вот 0,25, например. Она чуть-чуть под разным углом сейчас развернута. Ничего страшного, что она там где-то чересчур плоская будет в этом. Нет, ничего страшного. Давайте еще посмотрим Grass 1. То же самое. Тоже ей, возможно, чуть-чуть Randomize Phase добавим. Во избежание. Мало ли где-то там еще подобные будут фрагменты. Здесь у нас все нормально. Травы немало, я смотрю. Давайте вот этот кадр еще раз F12 сделаем. Хотя здесь будет все равно все смазано еще за счет размытия движения. Хочу вот этот череп. Он прям лежит, как будто его только что сюда положили. Хочу его утопить. GZ вот так вот сделать. Ctrl Save. F12. Ну, с травой здесь вроде все нормально. С грибами тоже. С этой травой тоже все нормально. Возможно, чересчур она здесь блестит. Давайте, да, наверное, все-таки чуть-чуть сделаем ей поменьше этого спекилора. Значит, это у нас Grass какая получается? Grass 0.2 была? Нет? 0.3. 0.2. Вот это. Да, это Grass 2. Соответственно, нам нужен Grass 2 материал. И спекилор давайте мы ее все-таки на 1.45 поставим, как у всей травы. 2 это многовато. Либо как-то надо Roughness ей прибавлять. Так, да. Давайте Roughness мы ей прибавим. Можно даже вместо Add здесь сделать Multiply, наверное. Или сделать Add, например, на 0,2 положим. И после этого еще добавить. То есть мы прибавляем к значениям, чтобы у нас не было здесь нулей. Вот из этой текстуры, которую мы используем для Roughness, чтобы полностью черного цвета нигде не было. Мы добавляем Add, чтобы все было хотя бы минимум 0,2. И после этого еще вместо Add здесь сделаем Multiply. И будем умножать. Эти значения Clamp позволяет оставлять их в этих же рамках. И все значения мы умножим, таким образом увеличивая Roughness по всей протяженности. Чтобы у нас не было вот этих вот совсем блестящих фрагментов. Ну, допустим, вот так. На 2.3 ее умножим. И тогда IOR мы, возможно, можем, да, 1.45 слегка прибрать. А можем и не прибирать. Да нет, на двойке оно нормально. Давайте посмотрим так. У нас есть уже один рендер вот в таком виде. Давайте сделаем слот 2 здесь. Это позволит нам отрендерить... То есть тот рендер оставить в слоте 1. И в слоте 2 отрендерить еще один вариант просто того же кадра. И в 12 мы их сравним и посмотрим, какой лучше выглядит. Если что, сейчас все обратно вернем или как-то еще подрегулируем. Можно добавлять вплоть до 8 слотов. Не знаю, почему именно до 8. Почему авторы сделали именно это число. Не могу сказать, что его всегда хватает. Но в большинстве случаев нормально. Так, значит, это слот 2. Это слот 1. Но мне кажется, что вот без этих ярких бликов она как-то по-лучше смотрится. Потому что трава вот так вот настолько сильно, она мне кажется, не блестит. Ну, может быть, чуть-чуть ее там 2. Давайте поменьше ее чуть-чуть сделаем. Все-таки, чтобы какие-то компромиссы у нас здесь были. Например, 1.5. Вот уже она блестеть начинает не очень хорошо. 2. А ее здесь так 2 и осталось. Давайте 1.7, например. F11 и, например, в третий слот его отрендерим. Ctrl-Save. F12. Да, соответственно, после того, как проект включился-выключился, если вы Blender перезапустили, то все эти слоты, все результаты рендера, конечно, исчезают. То есть они только в оперативной памяти, видимо, находятся. Так, ну вот так, например. Слот 1. Слот 2 вообще нет. Слот 3 есть, но чуть-чуть. Слот 2. Слот 3. Ну, 3, мне кажется, как-то получше, наверное, все же. Мне не нравится, что здесь травинки сейчас прорезают вот этот вот мухомор. Возможно, он там и не нужен. С одной стороны хочется что-то красного добавить, с другой стороны там и так все хорошо. Мухоморов такой густой траве. Это я не знаю, растут они вообще. Посмотрим, то я выделил, то. Давайте попробуем G-Shift-Z чуть-чуть подвинуть сюда поближе к черепанку. Куда-нибудь, например, G-Z. G-Shift-Z. Может вообще и вперед вывести. G-Z. G-Shift-Z. Вот сюда его куда-нибудь. Точка наведусь. Ну, он здесь просто везде, вот, сквозь него будет трава прорастать. Это, конечно, не очень хорошо. Сейчас либо траву отсюда убирать, либо как-то... Ну-ка, без него вообще, где он там есть. Отключим его. Ну, вот, мне кажется, просто вот те два надо поближе сюда привезти, которые за ним находятся. Вот эти. Или Scale им там прибавить. G-Shift-Z. Ой. А, это они каждый по своей оси ездят. Global. Сюда. G. Ну, вот, мне кажется, так и нормально. Лишний он там. Это тоже можно поменьше сделать. Scale. Что-то взять и поближе к этому. Угу. Так, с этим все. Мухомора проверить расстановку. Пишем сделано. Ctrl-X. Сюда вставляем. Проверить скорость анимации листвы. Проверить, чтобы трава не притыкала черепа и камни. С камнями я не буду даже проверять, потому что это здесь не так важно. С черепами, да, нужно проверить, что именно, какая трава именно протыкает черепа. Вот здесь. Значит, выберем Close-Up Grass. Close-Up Mushroom здесь пока закрою. И вот это вот все тоже с стрелочки закрою. Close-Up Grass выберем. Смотрим. В системах частиц. Какая из трав, что у нас тут протыкает. И как они вообще у нас устроены. Это у нас Grass-2. Так, значит, один череп у нас протыкает Grass-2. Второй Grass-1. Используем ли мы тут детей? Здесь не используем. Grass-1 не используем. Это очень хорошо, потому что в таком случае мы сейчас уже траву наметили, где какая растет, да. И мы сейчас сможем просто использовать ParticleEdit. То есть мы просто можем, например, взять Cut. И вот эти травинки, которые здесь лишние, которые нам не нужны, просто пообрезать. Object Mode. И то же самое с Grass-2. Object ParticleEdit. Вот у нас здесь есть эта травинка. Мы ее просто берем отсюда и вырезаем. И все. И теперь смотрим здесь у нас. Это что у нас растет? Grass-2 тоже. Вот как раз ParticleEdit. Просто берем. И вот все те травинки, которые здесь растут сквозь череп, мы их удаляем. В режиме ручного редактирования частиц. Вот здесь еще одна какая-то растет. Но это Grass-1, по-моему. Нет? Нет. А, она сверху там просто. Ну, сверху ладно, сверху нормально. Значит, с этими черепами все. Здесь у нас череп ничего не протыкает. Здесь у нас череп много чего протыкает. Сейчас, секундочку. Впереди, ладно. Впереди этого может быть не так заметно. Сейчас, хотя, с другой стороны. G. Чуть-чуть его вот сюда вот так отведем. Чтобы вот этот куст ее не протыкал. А вот этот сейчас придется убирать. Значит, смотрим. Выбираем объект Grass. Grass-1. Вот она, да. Object ParticleEdit. С помощью ката обрезаю вот это все. Включаем обратно Object. И тут что-то еще. Что-то еще. Скорее всего, это GrassQuixel здесь пролезает. Но не только она. Здесь еще какие-то фрагменты. Значит, Grass-1. Нет. Grass-2. Вот. Grass-2 еще у нас здесь есть. Grass-2. Object ParticleEdit. Удаляем ее отсюда. А, она еще где-то вот здесь растет. Object Mode обратно. Включаем обратно GrassQuixel. И вот в GrassQuixel, кстати, мы там не используем детей. Не используем. Отлично. Значит, GrassQuixel тоже Object ParticleEdit. Вот эту мы удаляем. Удаляйся. Удаляйся. Вот, удалилась. Мы ее можем просто вместо этого с помощью плюсика, с помощью Add, Count1, посадить где-нибудь чуть-чуть подальше. Вот здесь. Или, ну да, пускай будет здесь Object Mode. Угу. Так, и вот эту мы тоже тогда удалим, потому что она сквозь него проходит. ParticleEdit. Значит, Cut. Вот этот удаляем. И вот эти два тоже удаляем. И вместо этого с помощью плюсика сажаем их чуть-чуть подальше. Вот здесь, скажем, и там где-нибудь вот там. Хочу еще вот здесь прям посадить Object ParticleEdit. Вот где-нибудь здесь прям ткнуть ее. Ноль. Ну-ка. Угу. Хорошо. Вот здесь она явно прорастает сквозь камень. Это, конечно, не очень хорошо. Давайте мы ее отсюда уберем. Cut. И как раз мы с помощью Cut можем здесь отсюда ее убрать. И вместо этого посадить просто где-нибудь рядышком. Вручную. Например, здесь. Здесь там сделать. Здесь. Здесь. Посмотрим. Так. Здесь и здесь прорастает сквозь камень. ParticleEdit. Cut. Значит, здесь удаляем. И вот эти две страники отсюда удаляем. ParticleEdit. Ну да. Плюсиком. Добавляем здесь. И, например, еще просто подальше. Где-нибудь здесь. Ну-ка. Object. Ну вот здесь чуть-чуть прорастает. А, это, кстати, не она. Это Grass1. И Grass1. С выбранной Grass1. Включаю тоже ParticleEdit. И вот здесь катом удаляем вот эти две. Можно их посадить где-нибудь рядышком. Например, так. Угу. Хорошо. Это вычистили. Окей. И нам остается, собственно, только проверить анимацию. Проверить, чтобы трава не протыкала. Сделали. Проверить скорость анимации листвы. Вот это будет несколько проблематично, потому что в реальном времени, насколько вы понимаете, мы ее проверить не сможем. То есть, если я сейчас нажму на Play, ну, что-то будет мельтешить, но как именно это выглядит, совершенно непонятно. Даже если мы Viewport Samples переведем на 1, это будет все равно не очень очевидно. Он просто не успевает просчитывать все. Но это мы только более-менее можем видеть вот здесь. И вообще, как она у нас выглядит. Давайте с этого начнем. 5. Побольше сэмплов добавим. Она у нас чересчур, это листва детализированная получается. И можно увидеть, что она на самом деле передвигается очень здесь быстро, очень сильно. То есть, нам нужно ее делать гораздо медленнее. Поэтому я выберу один из этих фрагментов, из этих элементов, на которых у нас есть этот материал Closop Shadows. И мы его сейчас будем делать медленнее. Он у нас анимирован за счет вот этого параметра Add. Нам его нужно выставлять где-то, я не знаю даже на сколько, там, на тысячу, наверное, делить нам нужно его. Ждем. А то и на все 2000. Потому что даже вот такая рябь, она очень быстрая будет, мне кажется. Ну-ка. Так непонятно. Я думаю, что нормально. 2000. Ctrl-Save. Хорошо. И давайте теперь посмотрим. Значит, видеопамять у меня занято 5,7. Оперативной памяти 6,58 гигабайт. В принципе, для такой сцены это приемлемо. Mushrooms мы здесь коллекцию отключаем. Все лишнее сейчас нужно отключить. Значит, в саппорте у нас было Mushrooms. Не забываем его выключить, потому что сейчас мы уже будем ставить на рендер. Все остальное у нас здесь остается. Давайте, кстати говоря, вот что. Я хочу посмотреть, сколько у нас вообще памяти будет, если мы отключим вообще, в принципе, слои все. Но поскольку мы используем текстуру, он все равно использует здесь 6,5 гигабайт, короче говоря, он использует. Ну, примерно как и здесь. То, что написано, оперативной памяти. Ну, я думаю, что 6,5 гигабайт – это приемлемо. Уж хотя бы восьмерочка-то должна быть, если вы 3D-графикой занимаетесь. Клозап включим. Еще раз попробуем. В 12, сколько там получится. По времени и по ресурсам. По времени 28 секунд. По оперативной памяти, ну, в пределах 7 гигабайт. Тут в пиках было 7,172. Мне кажется, это вполне неплохой результат. Мне все равно не очень нравится, конечно, вот этот вот лэндскейп, который здесь проглядывает. Поэтому у себя я его, наверное, все-таки подниму. Клозап грас. Клозап лэндскейп. Я имею в виду, подниму у него уровень сабдивайда. До 5, как у меня и было. Просто потому что могу. F11. На другой, на какой-нибудь слот его отрендерю. Сейчас посмотрю, как это будет выглядеть. Хотя так ли сильно это что-то дает вообще, в принципе. А, это может быть, кстати, еще и не у него. Это может быть у Стоунс. Да, это-то я вижу материалы в камнях. В таком случае, ладно, лэндскейп я оставлю на тройке. А вот камень, который у нас в коллекции Стоунмоз был. Стоунмоз. Вот этот. Вот на него сабдивижн я, пожалуй, все же добавлю. До тройки хотя бы. А может и до четверки. Посмотрим. Так как у него геометрия вся треугольная, у этого ассета, он будет просчитывать сабдивижн достаточно долго. Вон оно как. И сразу 7,15 гигабайт у нас оперативки. И 6 гигабайт видеопамяти у меня. Ладно, значит, 4 тоже много. Ну-ка, а на 3? Верну обратно на 2. И Displace. На самом деле я Strength здесь сделаю поменьше просто. 1, F12. Посмотрим. Ладно, это все еще будет смазано. И выглядит это, в общем-то, уже вполне неплохо. Вот я вижу, что здесь сквозь камень пробивается одна травина. Сейчас я ее удалю и, наверное, все. И выставляю уже на рендер. Надо посмотреть, где она пробивается. В каком месте? Вот в этом. Значит, это у нас какая травина? Grass 1, Grass 2. Это у нас Grass 2. Object Particle Edit. Overlay отключу. Только Particle, да, Grass 2. Particle Edit. Спасибо. Вот это было, да? Угу. Ну там, ладно, там все в тени. В остальном мне все нравится. Теперь Output Properties в Dimensions я буду рендерить, обратите внимание, в формате. Поскольку мы потом будем заниматься цветокоррекцией, я хочу сразу отрендерить секвенцию в формате OpenXR 32-битном. Но чтобы у нас файлы не весили каждый там по гигабайту, каждый кадр, мы выставим вот этот PXR 24-лосси формат и будем мы рендерить в него. И на всякий случай я еще туда добавлю Z-буфер, чтобы мы могли использовать потом данные о дальности расстояния от камеры до каждой точки. Эти данные будут записываться в эту самую секвенцию. При этом она будет 32-битной, у нас будет достаточное количество сэмплов, чтобы работать с цветокоррекцией. Значит, здесь я пишу сделано. Здесь я выставляю путь уже не в папку Tests, а в папку, соответственно, которая у нас здесь же находится. Я создам папку, которая будет называться Sequences. И уй! Нет, нет, она будет называться Sequences. И это у нас CloseUpMain. Потому что, возможно, будут какие-то еще потом слои. Создаю папку CloseUpMain. Захожу в нее. И файл тоже будет называться CloseUpMain. После нижнего подчеркивания будут выставлены все кадры. Соответственно, здесь у нас в настройках остальных, сейчас проверю, Ambient Occlusion, здесь все мы настраивали. Depths of Field мы настраивали. Jittered Camera вижу, Overblur вижу. Это все включено. Motion Blur. Меня, в принципе, то, что результаты были устраивают. Volumetric Performance. Не надо. Hair. Все выставлено. Все нормально. Shadows Film Transparent Overscan мы выставили. Все остальное готово. И можно нажимать Ctrl F12. И через несколько часов, или у кого-то там суток, мы получим готовую анимацию. Смотрите. Нам не обязательно ее рендерить прямо до конца. Потому что, во-первых, еще надо отключить все лишнее. То, что мы там делали. В остальных коллекциях. Мы оставляем только то, что будем рендерить. Только Layers. Close Up. То, что в ней включено. Здесь все подключено. Close Up. Close Up Grass. В системах частиц все включено. Mushrooms отключено, потому что мы их не используем. Мы их вручную сделали. И смотрите. Вот мы здесь пролетаем. И уже к сотому кадру. Никакой информации здесь больше нет из этого слоя. Поэтому мы будем рендерить только первые 100 кадров в Dimensions. Вместо End 300 я выставляю End 100. И мы будем рендерить только первые 100 кадров. С первого по сотый включительно. Вот этот фрагмент у нас пойдет в качестве первого заявочного слоя. Нажимаю Ctrl F12. И потом мы увидим готовый результат. Если он будет хорошим. Если я сочту его приемлемым. То мы его оставим. И перейдем к следующему слою. Если я сочту его неприемлемым. То придется еще вносить какие-то правки. И перерендеривать его еще раз. Поехали. Ctrl F12. Нажимаю я. Порядка 25 минут занял рендер 100 кадров у меня. И давайте посмотрим. Переведем окошко. Давайте прям создадим, наверное, новую сцену. Сцена у нас одна здесь. А во второй что у нас? А, ну вот это у нас была как раз сцена со всякими предпросмотрами. Значит, здесь откроем Movie Clip Editor. И вместо той секвенции, которая сейчас здесь находится, мы откроем другую секвенцию, которую мы создавали. Sequences Close Up Main. Вот они, XR наши. Выделяем их все. Open Clip. Сделаем Prefetch. И у нас здесь 100 кадров должно быть только отрендерено. Значит, делаем Prefetch. Ctrl пробел в полный экран. Чуть-чуть приблизим с помощью колесика мышки. Нажму Play. Ну, мне не нравится. Здесь есть несколько травинок, которые вот мешаются. Вот это вот на переднем плане и вот это вот. Они прямо сильно выбиваются из общей конвы. Что по теням у нас? Ну, тени шевелятся так, что практически невозможно. Можно их сделать побыстрее. У нас очень сильно проглядывает земля. Здесь она слишком детализированная. У нас практически не видно травы, которая в Hair, в системах частиц. Остальное, в общем-то, все более-менее нормально. Грибы нравятся. Значит, еще раз. Земля. Трава в системах частиц. Ctrl пробел. Возвращаемся в первую сцену. Переводим в 3D Viewport. Не добавляем новых правок. Ctrl пробел. Значит, слишком проглядывает земля. Убрать две травинки. Не видно траву Hair. Ctrl пробел. Давайте разбираться. Ну, в принципе, когда рендер занимает там 20-25 минут, полчаса, можно и перерендерить его еще раз. Включим Close Up. Дождемся, пока он прогрузится. Первым делом уберем две травинки, которые мешаются. Это вот эта, которая находится... Где она у нас? Это Grass 2? Grass 1? Да, это Grass 1 у нас. Object Particle Edit. С помощью Cut обрезаем ее. Object Mode. Да, я думаю, что вот все, что здесь есть. Object Particle Edit. Вот все эти травинки мы сейчас отсюда и уберем. Мне кажется, они вот конкретно здесь лишние. Object Mode. Мне очень сильно не хватает травы. Мы что-то сделали. А, я, наверное, добавлял каких-то дисплейсментов. Да, вот здесь. И у нас вот здесь вот трава ушла. Очень мало ее. Можно, конечно, включить, попробовать мох. Который был у нас на вот этом объекте. Давайте я включу, просто посмотрю, насколько он сильно нам чего-то здесь даст. Stones Moss. Вот этот. Включим его обратно. Систему частиц. Ну, что-то он определенно дает. Но у меня сразу память подскочила аж до 12 гигабайт в связи с ним. И это не очень хорошо. Так что, наверное, все-таки обойдемся мы без него. Отключу обратно. А, у меня сейчас все равно память 11 гигабайт. Странно. Ну, ладно. Вероятно, имеет смысл в этом шейдере прибрать roughness. Mosshair. Это я не то делаю. Stones. Мне нужен материал Stones. Вот эти лишние детальки сразу убираем, чтобы они здесь не мешались. И в лендскейпе вот та roughness, которая у нас идет от травы, вот эта вот, мы ее давайте, наверное, немножко с помощью shift-d продублируем power, немножко сделаем поконтрастней, потемнее. То есть roughness уменьшится, и тогда оно станет больше отражать, и он станет такой более влажный, что ли. Ждем. Добавим на 4, например, его. Эта группа у нас используется во многих шейдерах сразу, поэтому такие тормоза. Ну, да, вот так вроде как она чуть посимпатичнее уже выглядит. Почему я вижу задний план? Потому что, когда я включил layers, у меня включился front. Front мы отключим. Да, пожалуй, что так это будет поинтереснее выглядеть. Хорошо, оставим это на 7.8. Это roughness я убрал у этой, у травы. Возможно, она, конечно, будет слишком... Да, вот она сейчас начнет блестеть здесь. Ну-ка, на 4 обратно верну. Хорошо, пускай останется на 4. И мы сейчас просто вот этот mesh, G, Z, чуть-чуть его притопим. И в этом месте мы ему нарастим немножко травы при помощи системы частиц. У нас есть vertex-группа, которая называлась grass 3, например, length. Grass 3 это у нас какая трава? Мне нужна сейчас маленькая трава, которая мелкая. Она, по-моему, была grass 4. Сейчас посмотрим. Grass 4, grass 4. Отключим. Не понял, включим. Ничего не вижу. Grass 3. Да, grass 4 это вот это вот самое-самое мелкое. Mushrooms нам не нужно. В grass 4, во-первых, hair shape. Давайте сделаем все-таки его потолще. Он какой-то совсем тоненький получился, его не видно. 0,4. Пускай вот так будет. 0. Ну да, она хоть так чуть-чуть проглядывать начинает. Но 0,4 может много. 0,35. 0,3. И то же самое у grass, который вот этот grass 3, тоже сделан диаметр root 0,3. Чтобы она такая пожестче была трава, чтобы она больше собой места занимала. Ну да, так хотя бы ее начинает она там проглядывать начинает. Значит, нам нужна какая получается grass 3? Я хочу длину у нее увеличить. Нет, grass 4, да? Любую. Grass 3, например. И ту, и другую. Значит, перехожу в vertex-группу, выбираю grass 3, length. Перехожу в weight paint. Вес делаю 1, strength делаю на 0,2. То есть я буду вес 1 добавлять с силой 0,2. Он будет постепенно добавляться, но не сразу с весом 1, а постепенно он будет увеличиваться с каждым новым проходом. Это я пока прикрою. И, наверное, имеет смысл еще включить вот так overlay и вот эту штуку здесь. Да, все правильно. Она увеличивается, все нормально. Значит, включу обратно. F. Добавлю чуть-чуть strength на 0,4. А то мы так долго будем делать. Прорисовываю здесь траву. И то же самое для grass 4, length. Не понимаю, что-нибудь вообще происходит. Что у нас с follow? Не follow вообще, она полная. Вот здесь strength 0. И для этой тоже. Хорошо, давайте тогда сделаем по-другому. Насажаем просто сюда травы grass, например, quixel. Между этими. Чуть-чуть. В isuate paint перехожу в object mode. Вернее, в particle edit можно сразу здесь переходить. Включаю добавить. И здесь несколько кустиков просто нарисуем, чтобы оно слегка закрывало вот эти камни. Нарисуем. И length у них сейчас уменьшим. Вот это вот, где оно? Это puff. Вот это length. В режиме shrink. Уменьшу их таким образом. Ну-ка, particle, object mode. Вернемся обратно. 0. Particle edit. Вот эту поменьше. Ну вот это, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим. И еще какой-нибудь травы другой еще насажаем. Например, grass там один. Сюда же. Particle edit. Плюсик. Так, плохо. Много всего добавил. И length у нее тоже, соответственно, уменьшим существенно. Посмотрим. Очень жестко она пробивается. Particle edit. Поменьше ее сделаем. И добавим, наверное, количество побольше. Так, и вот теперь здесь аккуратненько вот эти вот нужно подредактировать длину. Она должна быть маленькая, но расти вот в этом месте. Смотрим. Object mode. Вот здесь вот слишком она растет. Да и вот здесь тоже она слишком большая. Object particle edit. Еще меньше ее сделаем. Ну-ка так. Ну вот так уже получше. Она там пробивается слегка и хорошо. Значит, какие у нас там правки были? Control save. Посмотрим еще раз. Слишком проглядывает земля. Понятно. Попытались исправить. Возможно, она все равно будет вот здесь вот еще слишком проглядывать. Давайте еще насажаем grass. Quixel, пожалуй, с помощью particle edit. Насажаем ее еще плюсик. Вот здесь парочку кустиков добавим. Много. Отмена, наверное. Нажму прямо edit under history сюда. Плюс здесь. Плюс здесь. Не вижу, куда они ставятся. Ну-ка посмотрим particle. Откуда они сейчас будут расти. Непонятно. Ничего не поменялось. Object mode. Я ее хотел вот здесь посадить. Object particle edit. Еще. У нее, возможно, length здесь, конечно. А, нет. Вот нормально. Вот так. Ну да. Пускай она вот здесь так растет. Object particle edit. Еще где-нибудь вот здесь поближе сюда. Object. Ну, многовато. Object particle edit. Length приберем вот у этой. Или у какой там получается. Где она? Вот у этой, наверное. Вот здесь у этих. Ну, куда-нибудь сюда еще и посадим тоже. Угу. И какой-нибудь там grass 2, например, тоже сюда еще добавим. Particle edit сюда поставим. Посмотрим. Можно побольше. Ну да. Растет чего-то и растет. Хорошо. И сюда можно тоже еще object particle edit. Это они где у нас? Не пойму. Уменьшим он длину, чтобы они не такие здоровые были. Получается? Не очень. Particle edit. Ну-ка. Значит, они находятся около вот этого камня. Вот они, да. Вот они. Трем их. Вот сейчас они должны были, по идее, стать поменьше. Стали. Ноль. Ну, вроде стали. Да. Они там слегка сквозь камень пробиваются. Ну, ладно. Это уже не важно. Ноль. Здесь трава растет. Я думаю, что вот так будет получше. Control save. Перед тем, как я поставлю еще раз все на запись, я перезапущу проект. Так, убрать две травинки. Не видно траву hair. Слишком проглядывает земля. Все. Все пишем сделано. Control save. Я перезапускаю проект и ставлю на рендер. Потом посмотрим, что получилось. А, еще в объекте, который у нас отвечает за тени, давайте скорость побольше сделаем. Скорость движения листвы. Вот здесь вот в анимационном параметре в драйвере мы разделим фрейм не на 2000, а на 1000. Все-таки Control save. Вот таким образом. Все остальное пока остается таким. Это я уже перезапустил проект. 6,14 гигабайт оперативной памяти у меня здесь и меньше 6 гигабайт видеопамяти. Так что пока все вообще очень даже хорошо и замечательно. Я бы еще вот тут черепов. Ну ладно, это уже начинается перфекционизм. Я бы, конечно, еще черепов там шуму добавил, может быть, в цвете и в raunus тоже. Потому что сейчас они слишком одинаковые все. Ну да ладно. Это все. Такие уже мелочи. Не буду этим заниматься. Просто нажимаю Control save и ставлю на рендер. Control F12. Отрендерилось и я перекодировал секвенцию в видеофайл. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, во-первых, очень быстро движется трава. Все-таки вот сейчас свежим глазом я вижу. Квикселевская еще нормально. А вот эти вот на переднем плане, которые вот это вот, это просто явный перебор. Сейчас. Пишем. Очень быстро движется трава. Мухомора нормально, черепа нормально. Остальное, в принципе, уже все. Все нормально. Вот единственное то, что вот эта вот трава... Причем как-то странно. Здесь она движется очень быстро, а вот эти травы не движутся у нас вообще. И сейчас надо понять, почему это происходит. То ли на каких-то из них модификатор не включен. Дисплейсмент я имею в виду. То ли... Не знаю, в чем дело. Сейчас будем выяснять. Пауза. Ctrl-пробел. Ctrl-save. И... Давайте осмотреть. Включаю коллекцию GRAS. Давайте посмотрим GRAS 1 для начала. Выделю один из объектов на виду. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну вот, при виде спереди они не очень колышутся. А вот при виде сбоку они колышутся достаточно серьезно. Значит, нам нужно исправить именно это у них. Сейчас посмотрим, как там что было сделано. Это сделалось при помощи дисплейсмента. Если мне память не изменяет. Дисплейс. Нормал. Да. Все дело в том, что они колышутся относительно своих нормалей. Нам придется это немножко, видимо, переделать. Тогда вот сделаем следующее. Чтобы они колыхались по оси Х. Только не на 1 и 2. А, например... Давайте вот что сделаем. Подождите. Сначала подстроим по нормалям. То есть вот сейчас они очень быстро колышутся. У них GRAS Quixel Displacer. Используют они текстуру GRAS 1 Displace. Да, вот она. GRAS 1 Displace. Давайте мы сделаем ее больше. А где у нас был этот дисплейсер? Очевидно, в коллекции GRAS. GRAS Quixel пока отключу. GRAS 2 пока отключу. Вот он, GRAS Quixel Displacer. И посмотрим, что он делает. Он просто летит. Да, у нас. Да, он поднимается медленно по оси Z. И перемещается по осям X и Y. Но делает он это, очевидно, очень быстро. Переведу это окошко в Graph Editor. И, видимо, придется уменьшать здесь амплитуду. Это повлияет на всю траву. Но, собственно, я и GRAS Quixel не возражаю, чтобы она слегка сделалась помедленнее. Впрочем, с ним мы будем работать отдельно. Сделаю вот что. Продублирую GRAS Quixel Displacer Shift D. И сделаем просто отдельный объект, который будет называться, например, GRAS 1 Displacer. И мы его будем использовать для травы номер 1. Для всех модификаторов. Я их всех выделю. Все объекты. Перейду во вкладку модификаторов. Удерживая Alt, нажму Object. И здесь введем GRAS 1 Displacer. Найдем его. Подключим. И, по идее, он должен был включиться... Нет, к сожалению, он не выбрался для всех элементов. Но, опять же, с выбранным элементом я могу выделить все. Нажать Ctrl-C. Copy Modifiers. Он скопирует все модификаторы. И сейчас мы будем управлять уже вот этим объектом. Значит, Scale я у него прибираю. Не Scale, а Strength я у него прибираю до 1. И xLocation тоже приберу до 1. Чтобы он это делал медленнее. Дальше. Выберу один из объектов. Strength приберу до 0, там в 2 раза меньше сделаем. 0,06, например, вот так. И мне кажется, что все равно он движется быстрее, чем нужно. Давайте мы ему еще и фрейм разделим на 100. Вот здесь. Это движение по оси Z, соответственно. Таким образом. YLocation давайте сделаем тогда вот так вот. Значит, YLocation мы выставим на 2. Strength выставим на 2. Везде у x и YLocation. А Scale увеличим до 100. Вот так вот. То есть они будут просто ездить по большей амплитуде, но медленнее. Ну, например, так. Следующий момент, который нужно будет сделать, это добавить еще модификаторы. Это у нас будет перемещать их по оси Y вместо Normal в Direction. Сейчас выберу только какой-нибудь, так, чтобы мы не запутались. Вот этот объект я выберу, крайний. Normal переведу в Y. Продублирую. Shift-D, Displace переведу в X. И Shift-D, Displace переведу в Z. Соответственно. То есть я просто дублирую модификаторы. И он у нас теперь их будет искажать не только относительно нормалей, а по всем осям. По всем трем осям. Влево, вправо, назад, вперед. Вверх, вниз. Вот таким вот образом. Возможно, по оси Z здесь лишнее. Давайте отключим. Да, по оси Z лишнее. Пускай будет только по осям X и Y. И, возможно, стоит их все же сделать слегка побольше тогда. 0,8, например. Ой, 0. 0,8. А, он у нас еще по оси X развернут же. Вон оно что. Изменим этот тип на Global. 0,08. И здесь тоже сделаем 0.08. Таким образом он будет сдвигаться и влево-вправо. И назад, вперед. Все. Теперь выделяем все остальные объекты, которые здесь есть. Нажимаем Ctrl-C, Copy Modifiers. Там должен быть аддон включен. Copy Attributes меню. Стоп. И после этого уже мы можем убедиться, что у нас все нормально должно быть и в той сцене. Давайте посмотрим, что у нас со всеми остальными травмами происходит. Потому что вот немножко это я с самого начала поторопился. И теперь приходится отпеределывать. То же самое. Они здесь двигаются относительно своих нормалей. И двигаются достаточно быстро. Переведем Object. Вместо Grass Quixel Displacer сделаем Grass 1 Displacer. А текстуру... А, ну да. Grass 1 Displace. Она тут и есть. И точно так же мы выбираем Direction здесь X по Global и Shift-D, Y в глобальной системе координат, не в локальной. Смотрим. Ну да, вот этот работает. Ctrl-C, Copy Modifiers. Скопировали модификаторы. Ну да, так они работают поспокойнее. Так, Grass Quixel у нас как себя ведет сейчас. Давайте посмотрим, где она есть. Ну, Grass Quixel тоже движется достаточно быстро. Возможно, стоит ее тоже сделать немножко помедленнее. Например, текстуру мы здесь можем выставить тоже Grass 1 Displace. Нет, не сильно это нам поможет. Вернем обратно на Displace Grass Quixel. Да, такая же там была. Так, и теперь... А если здесь поменяем тоже этот на Grass 1 Displacer. Ну, как-то вот этот лучше, по-моему, чем остальные себя ведет. Поэтому давайте все остальные тоже выделю. Ctrl-C, Copy Modifiers. Пускай они все будут чуть-чуть помедленнее. И вот этот фрагмент... Да, что у нас здесь происходит? Почему у нас здесь Vertex Group не подключена? Displacement вернем ее. И вот здесь тоже, да? Vertex Group Displacement. В остальных все включено. Здесь включено. Здесь включено. Vertex Group включена. Вот, которая нам корни позволяла. Ну, чтобы они не ошевелились, корни. Хорошо. В общем-то, с травой разобрались. Причину нашли. Устранили. Теперь переключаюсь 0 в режим просмотра из камеры. Приблизительно посмотрю, уже зная, на что смотреть. Как это будет выглядеть здесь. Ctrl-Save. Вот это отключу. Ctrl-Пробел. Поближе придвинусь. Пробел, чтобы посмотреть. Ну, конечно, оно сейчас будет медленнее работать, чем хотелось бы. Но, тем не менее, видно, да, что мы все равно с помощью альта кручу колесико мышки, чтобы перемещаться между кадрами. То есть, с одной стороны, мы движение травы продолжаем легкой видеть здесь. С другой стороны, оно не такое ненатуральное, как оно вот было до этого сейчас. Давайте попробуем еще раз это отрендерить. У меня рендер занимает сейчас приблизительно минут 25, уходит на анимацию вот этих 100 кадров. Ну, это вполне приемлемо. И, кстати говоря, о плюсах работы по слоям. Вот представьте, сколько бы занимал рендер, если бы у нас было еще три слоя, в которых будет намного больше всего, чем в этом, например. Если бы нам приходилось всю сцену перерендерировать по несколько раз. То есть, у вас, во-первых, бы рендер одного кадра занимал гораздо больше времени. Вам понадобилось гораздо больше бы ресурсов компьютера. То есть, даже эта сцена уже 6 с лишним гигабайт оперативки требует и 5,7 гигабайт видеопамяти. Это бы все жутко тормозило. И плюс к тому, вам приходилось бы перерендеривать не одну фактически сцену, не 100 кадров, а все 300 кадров каждый раз практически. Либо как-то придумывать, как их скомбинировать. Поэтому такой вариант однозначно, мне кажется, более выгодным во всех смыслах. Можно вот, кстати, так попробовать включить, посмотреть, как это будет выглядеть. Вот, кстати, GrassQuixel я бы слегка добавил бы этого движения у него, у GrassQuixel. А сейчас, мне кажется, его маловато. Вот в прошлый раз было почти нормально, чуть-чуть, может, многовато было. Сейчас его прям мало. Поэтому я выделю еще раз вот это вот все, набедусь на них. И просто удерживая Alt, Strength подниму, например, до 0,2. Например, вот так. Много уже, да? С Alt опять же сделаю поменьше. 0,1. Хотя вот я сейчас так смотрю, оно с 0,1 это, в общем-то, ну-ка, Shift еще, чтобы прокручивать. Поменьше. Давайте вот так сделаем на 0,15. Я думаю, нормально. Через камеру посмотрим. Grass я отключаю здесь. Саппорт у нас все отключено. Шевелится. Я думаю, нормально. На этот раз, думаю, все должно получиться хорошо. Нажимаю Ctrl F12. И еще раз жду, пока у меня это все отрендерится. Так, отрендерилось. Давайте переключимся в другую сцену. Переведу это в видеосеквенсор. Я сейчас просто перекодирую это, опять же, в AVI, в другой формат. X удаляю эту секвенцию, которая здесь уже была. Shift A. Клип. Давайте сделаем вот так вот. Image Sequence. Еще раз просто продублирую ее. A выделяю все здесь. Add Image Strip. Она у меня будет рендериться. Называться она у меня будет, ну, пускай, тест 0.3. Тест 0.2 у меня уже был. Тест 0.3. AVI JPEG. Она у меня рендерится в AVI. В видеоформат Ctrl F12 я нажимаю. Жду, пока она у меня отрендерится в видеоформате. Заодно пока могу покадрово просмотреть, что здесь вообще у меня происходит. Ну, почти покадрово, потому что он не успевает обновлять вьюпорт. Все, дорендерилось. Сейчас я его открою. Смотрим. Ну, на мой взгляд, возможно, все равно трава несколько сильно шевелится. Возможно, это перебор. Такой типа, мы хотели показать, что мы сделали шевеляющуюся траву, а не просто трава шевелится. Вот особенно вот здесь. Здесь и здесь тоже. И вот эта трава. По крайней мере, вот эту длинную траву я, возможно, как-то бы сделал, чтобы она не так явно шевелилась. Но здесь, опять же, вы понимаете, да, что это все зависит от того, какого уровня перфекционизма вы хотите добиться. Это будет всего лишь заявочный затравочный план. Все остальное, главное действие будет происходить уже дальше. Но, я не знаю, вот мне не нравится все равно, что вот здесь она так сильно шевелится. Наверное, я ее все-таки сделал, чтобы она шевелилась поменьше. Давайте на квикселевскую траву еще посмотрим повнимательнее, как она себя там ведет. Мне не нравится немножко ее само движение само по себе. Оно получается такое, знаете, как будто она под водой. Это из дисплейсера происходит, но все равно это достаточно заметно. Возможно, если мы сделаем все эти ее изменения, все эти движения сделаем поменьше, они будут не так заметны. То есть будет видно, что она просто шевелится, и не будет видно, как именно она шевелится. Возможно, так будет это лучше смотреться. Остановлю. Alt-Tab, возвращаюсь в Blender. Escape, возвращаюсь в сцену 0.1. Возвращаюсь в 3D Viewport. 0, чтобы навестись на камеру. Вот здесь вот, что это за трава у нас такая? Что здесь шевелится? Так, эта трава у нас... Сейчас посмотрим, какая это. Вот здесь. Close-up Grass. Сейчас посмотрим, какая именно эта трава у нас так делает. Ну, это точно не 3, не 4, потому что она не шевелится вообще. Это точно не Quixel. Соответственно, это у нас Grass 2 получается. Ее здесь больше всего. Вот она. Еще раз. Ну да, вот ее очень сильно трясет. Хорошо. Support. Включим опять в ней коллекцию Grass. Grass Quixel. Отключим Grass 2. Выделим один объект. Наведемся на него. Вот их очень сильно здесь колбасит. Давайте мы их, наверное, приберем все значения. До 0,08. Как в той траве было у другой 0,8. Здесь тоже сделаем. И знаете что? Продублирую я, наверное, у нее текстуру. Grass 1 Displace. Она будет называться Grass 2 Displace у нас. И ее же я выберу вот здесь. Grass 2 Displace. И здесь мы ее подредактируем. Grass 2 Displace. Я хочу ее увеличить размер ее. Таким образом она будет шевелиться чуть меньше. И чуть более размеренно. Более крупными движениями. Значит, все остальные элементы эти я выделяю. Нажимаю Ctrl-C, Copy Modifiers. Ну да, так посимпатичнее будет. Grass 1 на всякий случай тоже проверим. Но Grass 1 она не так сильно движется. Хотя, возможно, я бы у нее тоже на самом деле текстуру эту... Сейчас выделим. И мы ее... Чуть-чуть бы поднял. И посмотрим, как это будет выглядеть. Close-Up Grass. Включу все наши травы. Отключу оверлей пока. Grass Quixel тоже слишком сильно движется. Давайте мы ее тоже сразу сделаем поменьше. Зато мы все эти осеты травы будем использовать потом и в других слоях. Мы их сейчас на этом слое, который достаточно быстро рендерится. Мы их отстроим. И уже потом нам будет с остальными слоями гораздо проще все это делать. Мы просто будем те же самые осеты использовать, уже настроенные. Значит, Strength здесь я на 0.1 выставляю. Потому что они слишком сильно шарашат. Ctrl-C, Copy Modifiers. Я хочу просто убедиться, что у меня кроме них ничего не выбрано. Вот так вот сделаем. Выберу их. Здесь Vertex Group Displacement. На 0.1 мы это здесь выставляем. Ctrl-C, Copy Modifiers. Вот таким вот образом. К сожалению, здесь почему-то не везде display... А, потому что здесь неправильное название группы. Опечатка в названии ведет к тому, что он не может назначить эту же самую группу. И после того, как, кстати, мы название здесь меняем, здесь эта группа тоже пропадает. Вот так. Displacement. У остальных вроде все правильно названо там, да? И у этого еще тоже аж и опечатка где-то в названии. Display. Cement. Вот так. Ctrl-C, Copy Modifiers. Да, вот теперь работает. И текстуру Grass Quixel я думаю, что тоже надо поднять у нее. Ну да, думаю, в таком виде это будет лучше выглядеть. Хорошо, давайте еще раз переместимся. 0 в режим камеры. Ctrl-Пробел, отключаю оверлей. Ну да, будет видно, что она просто слегка шевелится. Здесь видно вначале, вот особенно можно разглядеть, что здесь хорошо видно. Проглядывается, что она шевелится, пока камера статичная. Потом камера уже уезжает, и там все эти движения сглаживаются, и мы будем уже обращать внимание на другие объекты. Значит, пробел. Останавливаю. Ctrl-Пробел, выхожу. Ctrl-Save, сохраняю. И что же, давайте отрендерим это еще раз. Support все отключено. В Close-Up Grass все частицы включены. Mushrooms, я думаю, мы отсюда вообще удалим, потому что зачем она нам здесь нужна уже? Мы уже грибы так расставили, и не хочу их менять. Мне сейчас нравится, как они здесь расставлены. Отлично. Так, Ctrl-Save. Да, забавно, что сейчас оперативная память у нас 1.54 гигабайта. Без шейдеров. Поехали. Значит, еще раз нажимаю Ctrl-F12, и еще раз мы рендерим анимацию. Так. И в третий раз закинул старик. Не, вот переходим в сцену 001. Видеосеквенсор. Удаляем. Добавляем. A. Add Image. Ctrl-F12. Ах, к сожалению, рендерю поверх старого файла, но ничего не поделаешь. Ладно, уже рендерю. Смотрим. Ну вот, теперь мне все нравится. Теперь мне нравится, как действует трава, и поздравляю, заявочный слой готов. Если потом выяснится, что в нем что-то не так, но его не так долго перерендеривать. Но, в принципе, мне все нравится, как тут работает. Трава слегка шевелится, создает ощущение живости, при этом не отвлекает на себя чрезмерным этим движением внимания. Черепа лежат, взгляд на них более-менее туда-сюда скочит. Змейкой, да, помню, как мы хотели. Гриб, гриб, череп, череп, дальше будет еще черепа и так далее. Пока все происходит у нас просто замечательно. Я только не вижу... А, да, ветки тут лежат, да. Веточек можно было набросать и побольше, их плоховато видно, но да ладно. В принципе, они указывают нам путь, что тоже неплохо между двумя вот этими травинками, и потом мы там дальше уже увидим все остальное. Хорошо, на этом заявочный слой объявляю завершенным. И в следующем видео мы начнем, наконец-то, работать над главным слоем, где будет избушка, то, ради чего мы все здесь собрались, помимо тех, кто собрался здесь ради зайца. Спасибо всем большое. Не забывайте подписаться, поделиться, поставить лайк, прокомментировать. Кто хочет стать спонсором, буду вам очень благодарен. Сейчас спонсоров у нас нехватка на этом канале. И поэтому видео могут выходить чуть-чуть медленнее, чем бы мне этого хотелось. Если вас станет больше, мне станет проще уделять этому моему занятию больше времени, и я смогу чаще выпускать видео и реализовывать многие другие свои планы в рамках развития канала. Спасибо большое. С вами был Андрей Соколов. Увидимся в следующих видео. Всем счастливо, всем пока. Выход сегодняшнего видео поддержал Юрий Бацюро, оформив максимальный уровень спонсорства на канале. Юрий, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok